Кто не читал памятку и не виноват? Кто сбил Боинг? Так как тест на экзамене, кто же там сбил Боинг? Мускари! Так, 1-0, все хорошо. Так, дальше. Значит, кто там, кто агрессор? Не знаю. Получи. Три года. Не прошел. За критику власти, как законопроект от Народного фонда. Поражается еще уровень цинизма, потому что, если мы зайдем на официальный сайт, который, фактически, получается, акцентирует работу самого министерства. Тут есть поддержка журналистов. И здесь ссылка на Конституцию Украины, и каждому человеку гарантируется право на свободу мысли, свободу слова и на информацию. Это шизофрения, это противоречие саму себе. То есть, таким образом, я не понимаю. Если, получается, у нас в Украине запрещены российские каналы, если на Украине у нас говорят... А вот прочитаем. Право на информацию является... Ну, как это назвать? Они противоречат сами себе, получается. Основополагающим правом каждого лица. Каждого. Твоего, тебя, тебя. Каждого лица. Основополагающим правом. Да? Да. На законодательном уровне запрещены часть телеканалов, которые тоже несут информацию. То есть, фактически, они говорят о том, что это право, ладно, мы его пока забудем. Защищено Конституцией. Защищено Конституцией. Ну, видимо, защищена Конституция именно та часть информации, которую показывают Министерства информационной политики. Потому что, если брать другую информацию, которую говорят на вот такие вот телеканалы, которые вот сейчас вот видите, вот эти вот. Видимо, украинская Конституция на них не распространяет. Вот сейчас можно еще раз навернуть на страницу Министерства политики? Я бы внес изменения в Конституцию. Согласно статье 34 Конституции Украины, каждому человеку, кроме Руслана Кацабы, гарантируется право на свободу мысли и слова. Вот так я бы изменил. Уже, ну, просто, это противоречит реальности Конституции. Надо Конституцию менять. Написано, гарантируется. Смотрите, и Министерство информационной политики. Первая строчка, первая строчка. Это же не где-то в глубине. Каждому человеку гарантируется, как гарантия на телефон, гарантируется право на свободу мысли и слова. Мы здесь видим, получается, фактически то же самое, что они говорят одно, а делают другое. Это двойные стандарты. Мы, получается, смотрим, нам написано одно, написана официальная позиция. Но сидит человек реально... Но мы когда переходим по ссылке, фактически, и мы понимаем, что это вообще как бы не относится к этим словам, это совершенно другое. Психиатрам все-таки. Я сейчас не иронизирую. Вот они смогут объяснить, в чем здесь природа... Я надеюсь, за нашу критику нас не сделают агентами Путина. Нет, нам гарантировано. Кем сейчас там модно? Нам все гарантировано. Вот еще раз вернем. Еще раз вернем, пожалуйста. В этой Конституции еще пока не написаны наши фамилии. Через запятую его, да? Поэтому каждому человеку гарантируется право на свободу слова. Спасибо, поздравляю. Вот мы здесь и занимаемся. А потом кроме Кацаба, потом запятая Кутепов, запятая Василес, ну и там те, кто против. Получается так? Продолжение следует... Продолжение следует...